Недобросовестный подрядчик угроза экологии города. В Шевченковском районе жители поселка ДД обеспокоены стихийной свалкой, которая в течение месяца превратила зеленые насаждения лесополосы в большое скопление мусора. Рядом с улицей 8 марта в Шевченковском районе, недалеко от поселка ДД, находится лесополоса. Еще год назад здесь не было следов вмешательства недобросовестных подрядчиков, занимающихся вывозом мусора, говорит местный житель Александр. В этом году ситуация изменилась кардинально. Где-то месяц назад выгуливал собаку, обнаружил сначала строительный мусор. Примерно в четверг, в прошлый четверг, выгуливал снова собаку и обнаружил уже новый мусор, которого нигде не было. В том году такой картины здесь с мусором не было, здесь было чисто, ни единой соринки, ни единой бумажки не было. Под ногами, помимо больших залежей строительного мусора, сертификаты, ценники и прочая атрибутика одного из крупных супермаркетов бытовой техники. Вокруг этой зоны в посадке еще несколько стихийных свалок, которые самовольно организовал кто-то из подрядчиков, занимающихся утилизацией отходов, предполагает Александр. Такое ощущение, что один и тот же человек вывозит на доставке, либо же экономит денежные средства, дают ему деньги для того, чтобы он вывозил на свалку, но сэкономил денежные средства, поехал вывез в посадку. Может поблизости здесь живет где-то. Ну естественно тут и квартальные, жители поселка очень сильно возмущаются по этому поводу. Среди всего мусора есть и то, что может представлять опасность, говорит Александр, так как выбрасывается абсолютно все. Допустим даже светодиодные лампы, насколько всем известно, в них там содержатся какие-то ядовитые вещества. Вот видите вот эти лампы, их просто так выбрасывать никуда нельзя, их нужно специально утилизировать. Здесь живут люди, здесь поселок, дети бегают, тоже это очень плохо. Местные жители, чтобы исправить ситуацию, намерены написать заявление в районное отделение полиции. Мы в свою очередь обратились за разъяснением в Шевченковскую районную администрацию. Там ответили, о проблеме знают и в ближайшее время через правоохранительные органы рассчитывают установить подрядчика, который занимается утилизацией мусора одного из городских супермаркетов бытовой техники, но также найти прочих загрязнителей лесополосы, которые оставляют вне строительный мусор, чтобы привлечь их к ответственности. Кроме того, в планах районной администрации до конца месяца очистить улицу 8 марта от накопившегося мусора, в том числе и зеленые насаждения в посадке. Так что местные жители вскоре смогут увидеть чистоту и порядок, как это и было ранее.